Долго еще будут поминать недобрым словом Банк Москвы не только российские налогоплательщики и миноритарии ВТБ, но и российские банкиры. Центробанк, реагируя на историю фактического разорения Банка Москвы, решил ограничить кредитование офшорных компаний российскими банками. Сейчас каждый десятый кредит выдается офшором. Удалось ли Центральному банку страны выставить достаточно плотный заградительный барьер, оценит наш сегодняшний гость Павел Надельев, глава Думанского комитета по финансовому рынку, а также член Национального банковского совета. Добрый вечер, Павел Алексеевич. Здравствуйте. Как вы оцениваете эти меры Центробанка? Меры касаются в основном все-таки не офшоров, а фирм-пустышек и связанных с банком фирм. И в случае Банка Москвы, и в некоторых других случаях последних скандалов, как раз через эти дыры в регулировании утекли миллиарды, миллиарды, сотни миллиардов рублей. Центральный банк сделал то, что в его силах. Он же не может изменить законодательство, он может только менять свои подзаконные акты. Возразить против того, что он сделал, очень трудно, хотя вы правы, многие банки, и я думаю, что в первую очередь как раз первоклассные банки, не будут счастливы от этих изменений. Может быть, именно из-за этого возникнет какое-то противодействие этим мерам? Противодействие этим мерам невозможно. Центральный банк по нашему законодательству уж во всяком случае свои подзаконные акты имеет право издавать. Но он их там должен передавать в Минюст и получать благословение Минюста. Но, уверяю вас, Центральный банк не забывает, что он должен по закону сделать. Боюсь, что это такой палеотив, вынужденный палеотив, вынужденный тем, что много лет предлагаемые Центральным банком изменения в банковское законодательство не принимаются Государственной Думой. Я имею в виду в первую очередь и главным образом введение в практику надзора так называемого принципа профессионального суждения. Дума, ну в основном комитет по финансовому рынку, правда, а не Дума в целом, Дума в целом этим вопросом не интересуется, возражает, потому что ему кажется, там уж искренне или нет, это другой вопрос, что если позволить чиновнику из Центрального банка принимать решения на основании своих чувств внутренних, своего опыта, то открывается ниша для коррупции. Ну, и против этого тоже трудно возражать, хотя я бы придумал систему сдержек и противовесов. Есть опыт у Центрального банка, очень хороший опыт. В 2004 году, когда Центральный банк должен был принимать или не принимать банки в систему страхования, это очень драматический был период для жизни Центрального банка, была придумана такая схема контроля чиновников низкого уровня Центрального банка. Если они принимали решения неудовлетворительные для банка, банк мог пожаловаться на следующий уровень, в смысле иерархии Центробанковской. Если следующий уровень не удовлетворял решения, следующий уровень банк не удовлетворял, можно было жаловаться дальше, выше, 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 и в конце концов можно было пожаловаться председателю Центрального банка. Мне кажется, что такая схема или похожая схема была бы хорошим противовесом вот этой опасности жульничества при применении принципа профессионального суждения. А принцип профессионального суждения, по моим представлениям, абсолютно необходим. Отсутствие этого принципа противоречит таблице умножения. Это некоторая логическая ошибка. Александр Алексеевич, вот на этой неделе мы в новостях рассказывали о законодательной инициативе, которая сейчас как раз находится в Государственной Думе. Идея обязать все, обязать раскрывать бензинаров офшорных компаний. То есть, создается ощущение, что действительно, как бы вдруг, после долгих лет, всерьез взяли за офшоры. Ну, или так, скажем, прощупывают почву, да, в каком месте можно было бы поставить загадительный барьер. Я вообще сразу добавлю, что вот если каждый десятый кредит выдается офшором, то попытка поставить эффективный барьер может просто банки разорить. И что же не каждого десятого кредита, причем довольно крупного подчас лишаются. И как бы... Это правда, действительно, такого рода заградительные барьеры пытаются поставить. Но, опять-таки, по моим представлениям, сейчас главная беда все-таки не офшоры. А большая часть, или значительная часть фирм, зарегистрированных за границей, зарегистрированы в Люксембурге и на Кипре. А это уже не офшоры и с юридической точки зрения, и с физической точки зрения. Там контроль, в общем, налажен более или менее хорошо. Страшнее фирмы-однодневки, страшнее аффилированные с данным банком фирмы. То есть, скажем, против этого бороться труднее? Против Кипра, Люксембурга? С Кипром и Люксембургом борется Европа, и поборолась, кажется, успешно. А Центральному банку... Ну, нет, Европа-то поборолась, но при этом Кипр является крупнейшим инвестором в российскую экономику. И большинство российских, как мы считаем, компаний на самом деле являются кипрскими. Это большая беда, связанная с тем, что наши предприниматели не уверены в том, что если они зарегистрируются в России, у них что-нибудь не отберут. Но и на Кипре, и в Люксембурге порядок более или менее наведен с контролем. Это уже совсем не в том смысле офшоры, если вообще офшоры, как там, скажем, 10, тем более 20 лет тому назад. Но фирмы-однодневки существуют в огромном количестве, их сотни тысяч. Их сотни тысяч регистрируются каждый год. Вот с этим мы никак не можем справиться, хотя, казалось бы, есть разумные предложения на этот счет. Спасибо, Павел Алексеевич. Павел Медведев, глава Домского комитета по финансовому рынку. В гостях у телеканала Дождь.